дорогие друзья всем огромный привет сегодня будет видео посвященное предыдущему видео полуфабрикатов из трех куриц продолжение видео как это все приготовить после заморозки помните были крылышки с овощами я их не замораживала отправляя сразу в духовку на 200 градусов запекаем минут 35 40 следующие это лодочки слоеного теста я их достала с морозилки за час кладу на противень застеленной пергаментной бумагой отправляю в духовку 190 градусов примерно на 30-35 минут друзья также не забудьте подписаться на мой инстаграм я ссылку оставлю в описании под видео на вкус они как мини пиццы очень вкусные мягкие дальше достаю колбаски в жировой сетке я их тоже за час вытащила с морозилки кладу на противень забыла про пергаментную бумагу отправляя в духовку на 200 градусов запекая примерно 30-40 минут это одно из самых вкусных куриных колбасок в жировой сетке которые вы обязательно должны приготовить потому что они безумно вкусные ароматные и сочные есть еще второй вариант как пожарить эти колбаски в сковородке очень просто кладете колбаски они немного размороженные в сковородку закрываете крышкой жарите без добавления масла потому что они так жирные на медленном огне с каждой стороны пока подрумянится мгновение разогревает на 100 градусов В сковородке они пожарились гораздо быстрее, посмотрите, какие они сочные. Теперь берем пергаментную бумагу, складываете, как показано на видео, вырезаете по форме для запекания, точно также можно вырезать бумагу по размеру кольца для выпечки бисквита, это такой небольшой лайфхак. Я решила запекать два в одном, это куриное филе в пергаментной бумаге и куриные рулетики на шпажке, они немного тоже разморозились, кладу в одну форму. Поливаю сверху маслом, посыпаю паприкой, это по желанию, отправляю в духовку на 200 градусов, запекаю примерно 50 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий это жильен с курицей и брокколи. Жильен тоже немного размороженный. Убираю крышку, закрываю фольгой, проделываю несколько дырочек на фольге, отправляю в духовку на 180 или 200 градусов примерно на 40 минут. После фольгу убираем и оставляем еще на 10-15 минут. В общем, оставляйте пока сыр подрумянится. Субтитры сделал DimaTorzok И напоследок запекаю куриные стожки с сыром. Немного размороженной стожки кладете в нужное количество формы. Для запекания ставите в духовку на 200 градусов примерно на 30 минут. Подаете горячими? Они подойдут как на обед, ужин, так и на праздник. И напоследок хочу напомнить, что времени на приготовление этих всех заготовок у вас может уйти больше или меньше. Все зависит от вашей духовки. Желаю приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр! Жду ваши комментарии и лайки. Всем пока!